Вторник второй недели, следующий за Пасхой, у православных христиан отмечается как день поминовения усопших. Одни из главных традиций радонницы – отслужить панихиду в храме и навестить могилы родственников. Сейчас в Анапе действует 45 кладбищ. Одно из самых крупных – центральное, на улице Народной. Здесь много родственников. У нас здесь и дедушки, и бабушки, и двоюродные. В общем, у нас здесь 10 могил. Есть такая мысль, пока еще есть это поколение, как-то немножко восстановить генеалогическое дерево. Как-то все было недосух, а сейчас кажется это важным. Поэтому сегодня после этого мероприятия мы сядем и, наверное, что-то попытаемся записать со слов тех, кто еще жив. Перед родительским днем специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства и подрядных организаций провели масштабное благоустройство. За несколько дней было вывезено более тысячи кубических метров мусора. Кроме того, к Радонице завершился ремонт улицы Народной. По поручению мэра Анапы дорогу заасфальтировали и расширили до 7 метров. В поминальные дни проезд со стороны Анапского шоссе был перекрыт. Однако сейчас движение свободно. Мы сделали ямочный ремонт, починили большие ямы, провели водопровод здесь, которого раньше здесь не было. И, естественно, хотели что-то сделать такое новое, чтобы жителям было удобно передвигаться по территории кладбища. Поэтому мы придумали гольфкары. Нам помогли неравнодушные жители города, у которого эти гольфкары есть. И мы сделали эти гольфкары как такси для маломобильных групп граждан. Такие гольфкары работали на центральном кладбище три дня. Проезд сделали бесплатным, а курсировали электромобили от входной группы до самых удаленных районов. Удобно, конечно. Все цветы здесь. И транспорт. Вот нас подвезли. Мы очень довольны. Мы специально сидели и ждали. Знали, что такое ходит транспорт. И сидели и ждали. Тяжело в руках нести далеко. Для того, чтобы анапчане смогли навести порядок в могилу родственников, на центральном кладбище была открыта секция с необходимыми инструментами и установлены дополнительные мусорные баки. Радоница в Анапе прошла без происшествий. В праздничные дни безопасность обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и казаки.